Что если мы уничтожим всю дикую природу на Земле? В истории нашей планеты было несколько крупных вымираний живой природы. Сейчас ученым доподлинно известно как минимум о пяти случаях, когда на Земле оставалось меньше 20% живых организмов. Каждый раз причиной вымирания служило резкое изменение климатических условий. Есть мнение, что сейчас планета находится в процессе очередного глобального вымирания, но в этот раз его причиной стало не изменение климата, а деятельность человека. Подписавшись на канал Эпоха динозавров, вы сможете больше узнать о причинах зарождения и исчезновения жизни на Земле. Также наши подписчики могут выражать свое мнение по этим вопросам в комментариях под видеороликами. Во время предыдущих массовых вымираний похолодание или потепление климата приводило к исчезновению привычных природных ландшафтов. Вслед за этой трансформацией исчезали растения, которыми питались травоядные животные. Их вымирание приводило к исчезновению хищников. Так, например, закончилась эпоха динозавров. И так вымерли мамонты. Серьезной угрозой было разрастание полярных льдов. Часто они доходили до экваториальных зон и даже покрывали поверхность планеты полностью. После таких катаклизмов жизнь начинала развитие практически с нуля. Планета заселялась новыми видами животных и растений. Они с успехом занимали ниши, освобожденные вымершими организмами. Но в этот раз процесс вымирания пошел по другому сценарию. Один из биологических видов развился настолько, что начал перекраивать природу по своему усмотрению. Ландшафты и природные зоны за последние столетия сильно изменились из-за деятельности людей. Некоторые ученые думают, что начало этому процессу положило появление сельского хозяйства. Для выращивания пищи людям требовалось все больше полей и пастбищ, поэтому вырубались леса, перегораживались реки, распахивались степи. Другие считают, что непоправимый урон природе наносит не только сельское хозяйство и вырубка лесов, но и усиленная добыча углеводородов и производство полимерных материалов. Так или иначе, потребность человечества в продуктах питания, топливе и промышленных изделиях с каждым годом только возрастает. Это значит, что мест, где природа остается в первозданном виде, становится все меньше и меньше. Сокращение количества растений и животных на планете в последние десятилетия приняло катастрофический размах. По последним данным, сейчас более миллиона видов находятся на грани исчезновения. Между тем, наша жизнь полностью зависит от природы. Растения и животные используются человеком практически во всех сферах его жизнедеятельности. Самой важной для человека функцией живой природы является обеспечение его кислородом. Без этого газа, который вырабатывают растения, люди просто не могут существовать. Обеспечивают нашу жизнедеятельность не только деревья, кусты и травы, но и огромное количество планктона и зеленых водорослей в мировом океане. С каждым годом площади лесов и количество живых организмов в океане сокращаются из-за вырубки и загрязнения. Это значит, что в какой-то момент содержание кислорода в атмосфере станет снижаться. При достижении определенного критического уровня наши организмы начнут испытывать серьезные проблемы. Поэтому при продолжении вырубки лесов и загрязнении воды людям придется использовать различные приспособления для облегчения дыхания. Возможно, со временем дойдет и до полноценных скафандров. Также не стоит забывать, что сокращение количества кислорода в атмосфере приведет к увеличению концентрации углекислого газа. Это, в свою очередь, ведет к усилению парникового эффекта. Таким образом, среднегодовая температура на планете станет расти. Полярные льды начнут таять все быстрее. Уровень мирового океана будет увеличиваться. Прибрежные районы и некоторые острова уйдут под воду. Может исчезнуть и теплое океанское течение Гольфстрим. Сейчас оно омывает берега Европы и Северной Америки. После исчезновения Гольфстрима в этих районах заметно похолодает. Там перестанут расти привычные растения, могут возникнуть проблемы с пищей. Возможно, людям придется совсем переселиться из этих районов вглубь континентов. Следующей по важности проблемой, связанной с исчезновением животных и растений, может стать голод. Даже сейчас не во всех уголках земли хватает пищи. Сокращение сырья для производства еды усилит эту проблему. Правда, уже сейчас есть несколько вариантов ее решения. Помочь людям в этом случае сможет изготовление синтетического белка в промышленных масштабах и повсеместное распространение гидропонных ферм. Еще можно всей планетой стать вегетарианцами. Но для роста большинства сельскохозяйственных растений нужны насекомые, которые их опыляют. Основными опылителями сейчас являются обыкновенные пчелы. Но в последние годы их количество на планете стремительно уменьшается. Вскоре их придется заменить какими-нибудь дронами-опылителями. Такие технологии уже существуют, но пока стоят безумно дорого. Даже если получится искусственно опылять поля и огороды, то на дикую природу никто не станет тратить такое количество ресурсов. Исчезновение некоторых растений и животных серьезно скажется на медицине и фармакологии. Более половины всех лекарственных препаратов изготавливают на растительной основе. Традиционные лекарства практически все делаются из растений. Также в состав многих лекарств входит змеиный яд. Испытывают же все новые лекарственные препараты на лабораторных животных. Если не станет их, то время исследований сильно увеличится. Конечно, можно испытывать экспериментальные образцы сразу на людях, но вряд ли найдется много добровольцев. Сейчас в качестве основного лабораторного животного используются крысы. Их в большом количестве специально выращивают для научных лабораторий. Кроме высокой плодовитости и быстрого роста, на выбор повлияло генетическое сходство этих грызунов с человеком. Отсутствие многих животных и растений скажется и на нашей одежде. Привычную нам шерсть, хлопок, лен или шелк заменят синтетические ткани. Ведь эти материалы мы получаем при помощи растений и животных. Овцам, дающим нам шерсть, нужны пастбище с зеленой травой. Лен, хлопок и тутовое дерево, на котором живет гусеница-шелкопряд, необходимо выращивать и опылять. При вымирании живой природы мы рискуем остаться без комнатных растений и домашних питомцев. Даже аквариумные рыбки будут жутким раритетом. Уже сейчас на смену домашним животным приходят различные роботы. Но большинство людей рассматривает их как дорогую игрушку. Полностью заменить живое общение и стать полноценными членами семьи роботизированные любимцы вряд ли смогут. Нельзя сказать точно, как исчезновение хотя бы одного из видов растений или животных скажется на общей ситуации. Ведь все живые организмы задействованы в жизни друг друга. В том числе в эту цепочку часто включен человек, он тоже является частью земной природы. При этом люди часто являются последними звеньями этих цепочек. Все, что происходит в жизни дикой природы, несет определенную пользу человечеству. Достигнуть этих высот люди смогли благодаря своему разуму и умению созидать. Сейчас для человечества настало время вернуть своеобразный долг природе. Современные технологии и научные знания могут помочь нам восстановить разрушенные связи и попытаться сохранить то, что еще осталось от дикой природы. За последние 10-20 лет проблемы экологии все чаще поднимаются на самом высоком уровне. Но предпринимаемых властями различных стран мер все равно недостаточно. Очень сложно изменить психологию современного человека, который привык только брать у природы ее богатство. Если в ближайшем будущем люди не смогут кардинально поменять эту ситуацию, то вскоре на пустой и безжизненной планете мы можем остаться последним и обреченным на мучительное вымирание видом. Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Если вам интересны проблемы экологии и возможные пути их решения, то рекомендуем посмотреть остальные материалы на нашем канале. Также из этих видео можно подробнее узнать о предыдущих массовых вымираниях и их причинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова